Привет, друзья! Мозг является самым сложным органом в человеческом организме. Практически все остальные части нашего тела изучены и объяснены, однако мозг до сих пор вызывает у ученых огромное количество вопросов. И хотя устройство этого органа до конца не изучено, проследить различные закономерности все-таки удалось. Эти самые закономерности мы, люди, можем использовать в своих целях, чтобы развивать интеллект и становиться умнее. Сегодня вы узнаете 5 самых эффективных способов развить мозг. Поехали! Решение головоломок В жизни каждого человека практически каждый день возникают вынужденные паузы. Это такие ситуации, когда свободны буквально 10-15 минут, и все это время решительно нечем заняться. Современным людям справиться с такими паузами проще простого. Можно залезть в телефон, обновить соцсеть и сыграть в какую-нибудь игру. Однако все это совсем не полезно для мозга. Так что первый наш сегодняшний совет – тратить лишнее свободное время на головоломки. Они бывают самыми разными, продаются в магазинах и даже могут быть скачаны на планшет или смартфон. Головоломки – отличный способ развить не только логическое мышление, но и пространственное. А кроме того, они неплохо убивают лишнее время, недорого стоят, а цифровые головоломки и вовсе можно скачать совершенно бесплатно. Так что в следующий раз, когда от нечего делать полезете проверять Инстаграм, подумайте лучше о своем мозге и решите для него пару логических задачек. Развитие обеих рук Человеческий мозг состоит из двух полушарий, причем каждая из них отвечает за какие-то определенные аспекты. Например, левое полушарие мозга отвечает за речь и логическое мышление, чьи словыводы, которые мы делаем. В правой части мозга отведено ориентирование в пространстве, фантазии, сновидение, а также способность осознавать формы, цвета и размеры. У людей, которые пишут левой рукой, сильнее развито правое полушарие мозга. Ну а правши могут похвастаться развитым левым полушарием. Довольно логично, что если мы хотим развить их оба, нужно активно работать двумя руками. Сделать это довольно просто, но потребуется приложить некоторое количество усилий. Например, если вы правша, попробуйте чистить зубы, расчесываться и держать вилку с ложкой левой рукой. Левшам соответственно. Подобным образом стоит поступить с правой рукой. Ну а если мелких упражнений вам недостаточно и вы хотите ну совсем сильно развить свой мозг, учитесь писать менее развитой рукой. Разрыв шаблона. Это не слишком приятно осознавать, но наш мозг довольно ленив. Достаточно только дать ему расслабиться и ничего не делать, как он моментально привыкнет. Многие из вас наверняка знают о существовании такого понятия, как зона комфорта. Это метафорическая область, которая кажется нам привычной. В нее входят дела, люди и маршруты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Когда мы находимся в зоне комфорта, наш мозг расслабляется и перестает как следует развиваться. Именно поэтому наш следующий совет – почаще выходить из зоны комфорта. Делайте то, к чему не привыкли. Посещайте новые места, знакомьтесь с новыми людьми, преодолевайте собственные страхи. Сказать проще, чем сделать, мы это понимаем. Однако уже через некоторое время после регулярного разрыва шаблона вы почувствуете ощутимые изменения в работе мозга, а значит усилие того стоит. Занятие спортом. Может показаться, что совет относительно физических упражнений самый банальный из того, что только можно придумать. Но что же мы поделаем, если он в то же время и самый действенный? Дело в том, что когда человек ведет малоподвижный образ жизни, клетки мозга не насыщаются в полной степени кислородом, что мешает ему функционировать на все 100%. Кроме того, подвергаясь физическим нагрузкам, наш организм вырабатывает особый белок, который отвечает за развитие нейронов в мозге. Ну и последний аргумент в пользу физических нагрузок. Это доказанный учеными факт. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют лучшие когнитивные показатели, чем люди, которые не занимаются. Это значит, что они имеют лучшую долговременную память, эффективнее анализируют информацию, решают проблемы, импровизируют, а еще им намного проще сосредотачиваться. Изучение иностранных языков. О том, насколько полезно учить незнакомые языки, можно говорить очень долго. Во-первых, конечно же, они позволяют путешествовать с большим комфортом и заводить новые знакомства. Это самая очевидная выгода. Однако нас интересует, конечно же, выгода для мозга. Так вот, в 2012 году было опубликовано исследование, которая рассказывала, что регулярное, углубленное изучение иностранного языка ускоряет рост объема серого вещества человека. Кроме того, отмечается, что билингвистам гораздо проще переключаться между задачами и решать в уме одновременно несколько разных проблем. Ну и, конечно же, изучение языков банально улучшает память, вместе с тем повышает способности человека к концентрации. Не знаем, как вам, а нам кажется, что все это достаточные аргументы в пользу того, чтобы тратить каждую неделю хотя бы пару часов на изучение языка. На этом у нас все, друзья. До скорого!